Очень неприятного героя, который именно измором тебя берет против Лича, который вроде бы ничего не делает, но линия стабильно выигрывается. Тут же Шейкер не так прост. Ну и конечно же Ликан со своей пассивкой, в то время как у Спиритов, у самих Террор Блейд, у которого очень мало ХП и ему нужно разгоняться. Но с другой стороны, в принципе, все остальные герои не так плохо у них выглядят, но все равно похуже, нежели у Дайменшн. Посмотрим, что будет последним пиком, не хватает какого-то героя 0-4. Убийца ТБ. Убийца ТБ не хватает. То есть Ликантроп и Виномансер это бесспорно очень хорошие герои, но они очень слабо проявляют себя против ТБ. Например, Волк только бьет физическим уроном. И ТБ с большим количеством брони, он этого Ликантропа уносит почти на любой стадии игры. Ну может быть только вначале немножко проседает. Виномансер наносит периодический урон, но против ТБ этот периодический урон не работает, поскольку ТБ, он когда на ЛУХП просто использует Сандер, допустим, того же Ликантропа, и смело расправляется и с одним, и со вторым. А вот Эмбер Спирит как раз это тот самый герой, который может попробовать магическим уроном Террор Блейда разнести. Потому что против магии у ТБ далеко не самые лучшие показатели защиты. Ну, собственно, вот добрали как раз-таки Эмбер Спирита. Да, ты был, в общем-то, прав. Несмотря на то, что здесь у нас формально Найт Сталкер будет являться четверкой, а Рубик пятеркой. Тем не менее, ты сказал о том, что вот он играет хорошо на персонажах, Бивер, на которых можно нажимать кнопки. И Бивер, и Рубик, это один из таких персонажей. То есть, скорее всего, Рубик здесь у нас тоже будет, ну, не обделен какими-то артефактами, ну, и во всяком случае, будет стараться что-то полезное своровать. Хотя, если честно, полезного здесь не так уж и много. Так, я совсем оказался... Ну, прилично, там, ультимейт Виномансера, например, хорошее заклинание. Может быть, Чайник Лича, может быть, там, Фиссура Шейкера. Ну, Фиссура, да. Фиссура, это самое, мне кажется, такое... Ну, из того, что легко своровать, и часто это будет одно из самых приятных. Я совсем непривычно как-то смотрится без вот этих вот вышек, которые обычно всегда появляются. Но боевой пропуск, увы, закончился. И закончились все вот эти комментарии комментаторов. Да, теперь мы будем в тишине наслаждаться дотой без вышек, без комментариев лишних. В общем, все как надо. Ну, что ж, начинается игра. Поставили варды у нас игроки Double Dimension. Пока что один вард очень аккуратненько поставили. Хотя, у Night Stalker, я вижу, Last Hit, видимо, второй поставили. Не углядел я за этим. И его уже сбили. Поставили также свой на горочку Spirit. Пока что 1-0, так немножко они повели. Брюмастер от Фобоса со щитком. Будет как раз-таки пытаться как-то напрягать этот медведь Ликантропа. Айсберг на паке. Кирита, он же ФНГ на Night Stalker рассекает. Скорее просто такую развядку дает небольшую. Пока что решили, команда никуда особо не выходить. Леброн уже готов к поеданию крипов. Так, находит Night Stalker. А Night Stalker сразу начинает разминать Undershock. А здесь же Flow. Night Stalker никак не успокаивается. В общем, обычно, когда у противника имеется и Лич, и Шейкер, то первая мысль, которая приходит в голову противнику, это просто пойти и отжать лишнюю баунт-ерону. Потому что один саппорт стабильно старается скушать скрипа где-нибудь вот здесь, и вследствие чего он занят. Ну и тот же Шейкер, он чаще всего находится где-то вот здесь, чтобы, например, можно было заблочить линию. Вот ФНГ попробовал, но не получилось. Там нужно чуть больше людей. Ну попытка, не пытка. Это единственный экшен, который у нас был в начале игры. Хоть что-то происходит. Пак. Пак, конечно, обладает хорошим физическим уроном в начале игры. И ему здесь может быть достаточно неплохо против Эмбера стоять до поры до времени, потому что у Эмбера довольно мало армора. Всего, как мы видим, троечка вместе со всеми его статами. Ну и Пак пока что тут развлекается. И Найт Сталкер так же, потому что Найт Сталкер тоже с этим все хорошо. Ну вот не дают в обиду своего Эмбер Спирита. Она получала довольно много урона сейчас в ФНГ, но скорее всего выживет. Здесь, да, на сапоге уходит с запасом в один-два выстрела. Сбивает тот же Флэймгард Пак. Продолжает хорастить Эмбер Спирит. Эмбер Спирит так раскидался Флэймгардами, чейнами первых лвелов. И это все достаточно слабо. Вот Лич в меде очень приятный. Например, если ты стоишь против Пака, и особенно против Найт Сталкера, то зачастую тебе просто не хватает в начале урона, чтобы можно было кого-то убить. Ну как минимум Эмбер Спириту нужно получить третий уровень, а может быть даже и пятый, чтобы можно было на верочку идти своим гуардом и разносить. В этом случае Лич просто приходит, и вместо того, чтобы качать новую, качает Фрост Армор. В результате Эмбер Спирит под Фрост Армором стоит, он ничего не боится, и у него довольно-таки легкий лейнинг. Да, вешаешь дебаф на соперника, если он тебя бьет, при этом и брони становится побольше. Снизу, тем временем, Раджекс у нас играет на Ликане, и стоит он против Брюмастера, но здесь не без помощи Шейкера. Вот уже подбирается к третьему уровню, как мы сказали, на третьем уровне все станет попроще, но у Брюмастера есть заветная его пассивочка, плюс ко всему у него есть Дранкенхейз, и с помощью этого Дранкенхейза очень сильно ты мешаешь и бесишь вражеского кэри. И, как мы видим по Крепан, сейчас 3-2. Вот 4-2, Фобус здесь просто доминирует. На самом деле, это очень нездоровая ситуация, когда один герой стоит против двух, имеет такое большое преимущество. Нападение на Андершока, пробивают ему Флэйнгард, используют Сиринг Чейнс, и вот она, та самая броня Лича. Не будь брони, его бы убили. Хотя дальше пошел ФНГ, выгрызается здесь Лича, выходит Бивер, у него уже есть второй уровень, но летит сюда Шейкер, и, кажется, Шейкер намерен помешать. Ну, не смог он здесь задержать каким-то образом пака, а вот ФНГ цепляют. И попытка задунуть отличный игрок от Айсберга. Магдан не дает своего капитана врагу, но, правда, Бивер... Да, это все приводит к тому, что Бивер сейчас отдаст ФБ. По идее, должен был отдать ФНГ, но вот так вот Бивера подставили. Ему в стату записывают очередной Ферзблат. Бивер душит. Которые взяли на нем. Да, Бивер продолжает душить. Ну, здесь, естественно, командная ошибка была, зашли слишком далеко и потеряли двух-то, на самом деле, героев. Хотя для Night Stalker это было не так критично. Айсберг успевает уйти, мало маны, мало ХП, нужно ему поаккуратнее играть, потому что там есть Searing Chains все-таки. Снизу очень интересное противостояние. Вот Ликантропа очень тяжело пробивать с руки, но Фобос подходит к этому делу иначе. Просто качает пиво, которое стоит всего лишь 25 маны на первом уровне, да и вообще на всех уровнях, и по кулдауну закидывает. Он прекрасно понимает, что бить Ликантропа вообще не имеет смысла, потому что он в любом случае отрегенится. И все свое внимание сосредотачивает на убийстве крипов. Тем временем Шейкера здесь немножко похарасили, но эфир, наступает ночь. Да, в общем-то, согласен, что на крипах концентрировался. Ну, как мы видим, это абсолютно верное решение здесь, потому что у Ликана уже легкие проблемы. Night Stalker заходит, видит Шейкера еще раз, цепляют его, получает фиссуру, бивер съедает елку, бежит за Шейкером до конца на сапоге. Но у Шейкера тоже есть сапог, да еще и виндлей сверху, поэтому догнать его очень тяжело. Бивер и ФНГ здесь ничего не добиваются. Тем временем Флоу на Веномансере 15 крипов, у Терроблейда 29 на 6, и мы понимаем, что линии стоит значительно лучше, выходит Night Stalker. Кажется, это минус Флоу. Да, фраг для ЛТВ. Все очень хорошо у ЛТВ, 30 на 6 его крипстат, на втором месте идет Айсберг, на третьем идет Фобус. И надо сказать, что своих визави они опережают очень серьезно. Правда, тем временем смогли забрать Пака, который оказался слишком далеко. Под Аркан Руной, Берспирит... Ну, пожадничал. Пожадничал. Он дал свою руку, хотел просто похарасить Берспирита, а тут неожиданно вышел Лич, и за счет новой никуда Пака не отпустили. Посмотрим опять наверх, здесь опять нападение, на этот раз он на Уфира, пытается дать Фиссуру, но ничего у него не получается. В любом случае не выживал. Вот так вот за рейндж-форму 2 кила делает Терроблейд, к нему просто приходят здесь наказь игроки Double Dimension. Айсберг в погоне за Андершоком. Андершок здесь. Айсберг постоянно пытается как-то агрессировать, но это не приводит его к успеху, втроем будут мить Шрайн. И каким-то образом на Уфира нужно найти себе в игре. То есть как бы он не хотел стараться напрягать Брюмастера снизу, там без вариантов. У Брюмастера имеется щиток, Брюмастер закидывает его пивом, и в любом случае Брюмастер разменивается себе плюс. Очередной выход на мид, на этот раз здесь Леброн, попадают по нему всеми спылами, но кто-то должен добить, в итоге... Вот. И пока вот как бы Шейкер бегает по своей половине карты и думает, что же ему такого сделать. В этот момент ФНГшика продолжает сеть страх и разрушение на карте, сделав уже 3 килла, и по-прежнему продолжает быть очень полезен для своей команды. Выигрывает центр для пака. Очередная. Вандершок здесь должен уйти, 6 уровня все еще нету, ну правда у Вандершока тоже, и у Айсберга нету, а он бы очень не помешал в данной ситуации. Продолжается эта возня на нижней линии. Бедный Лекан, он не может добивать крипов из-за постоянного пива, из-за того, что Брюмастер угрожает ему своей киянкой. Да, и нужно как-то с этим разобраться. Может быть, на эфиру, как ты говорил, но сам начинает активные действия Фобос, закидывает камень, уходит в инвиз, делает... Получает бонусный урон Лекан, еще один камень, сюда перетянулся и Бак, и Рубик, и бедный... бедный Волк. Ему просто стирают. Ноль помощи. Да, просто ноль помощи. Чем занимались суппорты, непонятно, но эфир все еще себя не находит, видимо. Тем временем ЛТВ оформляет очередной фраг, на этот раз вместе с ФНГ они напали на Веномансера. Ну, все очень хорошо у Террорблейда. У него такой огромный крипстат, у него нетворс на 1000 больше, чем у Эмбера, и... Серьезно отрывается он также от Лекана, даже больше, чем на 1000, где-то на полторы. Скоро уже появится Драгон Лэнс, такого ТБ можно и не остановить, если он так быстро разгонится. Все-таки атаки у него много. Может быть не самый живучий персонаж, но чем его убивать, если Эмбер Спирит не нафармит достаточно артефактов, непонятно. Ну вот сейчас, как минимум, есть легкий шанс у Шейкера или Ча попробовать сделать минус. Варианта два. Либо они вместе с Эмбер Спиритом двигаются куда-нибудь, там, например, вверх, например, вниз, или, может быть, даже в центр на пака. Либо Шейкер с Лечом подходит к Эмбер Спириту и пытается забрать ТБ за счет поезда новой. Ну, то есть в этом случае они смогут сделать хоть что-то. Потому что сейчас день, да, вот сейчас нападают на пака, пак у нас немножечко встрял, и мана ему не хватает. Прыгает за ним Эмбер Спирит и забирает Асберга. И вот уже хорошо, уже Шейкер действует намного лучше. Ну, знаешь, Шейкер сделал все, чтобы дать паку максимальное количество времени. Фиссуру положил не очень хорошую. Пака не было маны на арбу, поэтому он бы никуда не уходил. Немножко поспешил здесь. И, тем не менее, Айсбергу удается забрать. Так или иначе, записываем в плюс на эфиру это действие. Все-таки смог он добраться до своего соперника. Ну, и останавливаться ни в коем случае нельзя. Шейкер также может возвращаться в центр, убивая кого угодно. И при этом сверху очень легко забрать ТБ, у которого по-прежнему не вкачан Сандер. Хотя вот сейчас вот девятый уровень, и может быть все изменится. Такой самый фармящий билд, то есть он вначале вообще никакую агрессию сам не проявлял на Веника. Не взял себе рефлекшн, не берет Сандер, все вкачивает в иллюзии. Сандер теперь только на одиннадцатом, наверное, появится. Но вот к нему уже выходит. Эмбер Спирит здесь, но фир здесь нападают. Маны нет, ничего нету. Есть Сиринг Чейнс, но они попадают в крипов. Правда, все равно замедление. ЛТВ пытается отступить. Очень мало ХП у него остается. 200 ХП. Эмбер Спирит продолжает выжигать. Его нужно дынаить. Все бьют и свои, и чужие. ЛТВ. ЛТВ погибает, остается здесь ФНГ. Он понимает, что единственный способ что-то сделать, это драться до конца. Но Виномансера все равно не забирают. Виномансер уходит, Андершок уходит. Отличная волоска от Double Dimension. Прямо, как ты и говорил, и я слышу, как ультует Раджикс, вызывает волков. Бежит сюда за Бивером. Бивер поднимает волка в воздух. Но надолго ли это поможет? Андершок тем временем очень битый. Пак летит за ним. У Андершока совсем мало ХП. Андершока добивает, но Айцберг также погибает. Это уже минус 5, по-моему. Чайник закидывает лич. Все летит в крипов. Крипов не отскакивает в ФНГ. Но вот он, последний крип, который подходит к ФНГ. И ФНГ погибает в очередной раз. Да, вот это замес здесь устроили. Потеряли в итоге пятерых игроков. Дважды потеряли ФНГ. Трех керри, соответственно, мидера и суппорта. И, по-моему, только Фобос не погибал. Который все это время находился на нижней линии. Вот к нему и ЛТВ приходит. Тоже хорошее решение. Ну, я бы сказал, что такой конвейер не очень приятный получался для спирита. Еще и вышку отдали. Ну, вот уже первое хорошее действие от Шейкера и его друзей. Объединившись либо с Эмберспиритом, либо с Веномайсером, он прекрасно их дополняет. Потому что как для одного, так и для второго, в первую очередь, важна фиксация. Чтобы цель ни в коем случае не могла убежать. И в данном случае Шейкер, в общем-то, может продолжать заниматься тем же самым. Поскольку, ну, ему нужно просто давать фиссуру. Жадательно закидываю ее издалека. Ну, а Веномайсеру или Эмберспириту просто нужно разряжать свои кулдауны. Которые, кстати, все еще есть. И было бы здорово врываться. Сейчас тут видит, ну, эфир пака. Видит пака и пойдет посмотрит дальше. Да, он в инвизе находится. Да, ну, в общем, так, походил, походил, ничего не нашел. Правда, есть Сулдринг, если сейчас Айсберг подойдет. Да, Айсберг подходит. Моментально набрасывается. Хорошо сыграл. Слушай, ну, прямо на эфир мы обратили внимание. У него так было все ни шатка, ни валка. Но последние пару минут очень хорошо заиграл. Все, все идет как надо. Илликан поднимается с низов. Хотя, на самом деле, не сильно поднимается. Ну, он был полезен. Нетворс 3500, да, он даже опустился. Ну, более-менее. То есть, если вот сравнивать брюмастера, например, с другими оффлейнерами, то вообще он очень силен в 1 на 1. Например, приходишь ты любым кэрри на линию, который, допустим, не может сбрасывать в себя пиво. И тут брюмастер закидывает этим самым пивом. 25 маны, кулдаун 8 секунд. Ну, ты его можешь фактически кидать по КД. И самое забавное, что даже на первом уровне у тебя шанс промаха 70%. И, в общем-то, многовато. Стабильно 2 атаки из 3 промахиваются по крипам. Да, то есть, огромный шанс. Вот это вот, мне кажется, ну, должны будут обратить на это внимание. То есть, сделать не только скорость передвижения, но и шанс тоже, чтобы рост с уровнем. Обычно так и фиксят вот такие вот спылы. Там, ну, что далеко ходить, с QR Магнуса в свое время порезали именно по такому принципу. То есть, он со временем начал только с раскачкой увеличиваться расстояние нападения на веномантера. Веномантера здесь добивают, он успевает ультануть, закидывается чайник. Очень больно. Бак улетает по террорблейду, чайник. В итоге террорблейд выживает, прыгает за ним Эмберспирит. Что по Сандеру? Сандер имеется, но какой же мягкий террорблейд. Он все равно практически погибает. Андершук уходит, ему кидают урн. Но этого недостаточно. Бак с VR бой добивает шейкер, добивает Эмберспирит. И Ликан бежит за Бивером. У Бивера есть телекинез, откидывает Ликана. Здесь же Фобос дает клэп. У Раджикса заканчивается ультимейт, но Бивера добивают, кидает еще раз арпу, добивают Ликана. И остается один только Леброн, у которого нету ничего. И на этот раз драку выигрывают Спирит. Несмотря на то, что они потеряли кучу героев, Бак делает ультра килл. Зарабатывает тонну золота, тысячу золота с этой драки он выносит. Хотя Виноманцер, конечно, дамажил очень жестко. Но ключевым героем в этой драке был, естественно, Торо Блейд. Который мало того, что втанковал нереальное количество урона, так при этом он еще и успел нанести 2236 урона в ответ. Это не считая Сандера, потому что Сандер, по-моему, не считается как урон. То есть, а Сандером он там практически убил Андершока. То есть, это почти 1000 хп. Ну и билд очень хороший. У него ПТ на силу, это раз. И у него Драгонлендс на силу тоже два. Он довольно-таки танковый сейчас. Ну и Аквилдка тоже немножко дает. Да, в общем-то, все, что ему нужно делать именно сейчас, это пока просто быть щитом. До тех пор, пока у Пака не появятся блингдаггеры, чтобы тот мог ворваться первым. И пока не появятся блингдаггеры у того же Брюмастера. Брюмастер решил первым артефактом собрать себе Владмирс. Ну такой, старый, добрый билд. Формящий. Да. Формящий Брюмастер. Был Регена немножечко, был Лайфстил. И потом уже можно выходить в всякие Аганимы, Керасы. Но тут вот мы сразу видим, во что собирается выходить Фобос. Керасы, Аганимы и Блингдаггер, конечно же. Куда без него. А ФНГ идет до конца за Шейкером. Но Шейкера здесь не догнать. У Шейкера пока что еще далековато до Блингдаггера. Но он очень хочет. Закидывается Чайник. ФНГ пытается улететь, но его привязывают. Неплохой рассказ от Пака. И могут забрать имбирспирита. Забирают. Чайник продолжает летать. Не может никуда уйти. Андершок уходит и выживает. Остается 10 хп. Андершок нечем добить. Как его там вообще не добили? Почему не добил Пак? Непонятно. Слишком сильно испугался. Но в итоге размин получился один в один. Правда, сейчас выходит у нас под пушево. ЛТВ. Имеется метаморфоза. Наверное, будет активирована. Хотя нет, пока что не торопится ЛТВ. Можно уже, можно подругаться. Волк все видит. Но поставлен в центре. Хороший центряк. Увидит еще одного волка. Нужно тоже его видеть. Волку уйти бы. Волку уйти бы отсюда. У примарстера очень скоро будет ультимейт. И волк против этого ультимейта не боится. И помимо этого еще Ликантроп решил купить семидасик. Чтоб можно было как-то встать с колен. Учитывая то, какое тяжелое начало у него было. И вот он как раз пошел. Пошел дальше фармить свои артефакты. Чтоб можно было быть хоть немножечко полезным. И в этот момент его команда будет стараться защитить вышку без него. Ну скорее всего здесь просто будут тянуть. Не более того. Просто вот так вот аккуратненько. Но что здесь делать с этим террорблейдом, который издалека вот там вот стоит. Лупит, если ты не собираешься атаковать. Просто тянуть время. Да, и они тянут время. Инбирспирит уже наверху. Ликан тоже надо наверх. Попробовать. Даже не попробовали. Ну попробовать стоило определенно. Можно серьезно снизить награду. Прилетает. Прилетает что-то паку. Возможно это Блинк был. Или Вейл. Я честно говоря не обратил внимания, что у него появилось раньше. Блинк. Но теперь есть и то и другое. У него есть и Блинк, и Вейл. И очень сильно это конечно... Очень полезный артефакт. И пак теперь довольно прочный. И очень много урона наносит, что самое главное. У него сначала был Вейл. Все-таки все собирают Вейл, чтобы у пака были очень хорошие статы. И был мощнейший проказ, который одновременно будет усилять и твой проказ. И проказ Трубик. И проказ Блю Мастер. И вообще всех-всех-всех. Ну а после этого покупайте себе Блинк Даггер. Чтоб можно было убивать наверняка. Ну сейчас... Сейчас более-менее у... Сейчас более-менее у Дабл Дименшн. Вот они стоят и... Ну как бы они проигрывают, но не сильно. Да, выучки у них упали снизу. Но при этом если посмотреть на графики, то видно, что по XP они даже вырываются вперед. А по голде они проигрывают всего лишь нам всего тысячу голды. Немного. Да. И это немного, учитывая, что у этой команды сейчас имеется два Мидаса, а именно у Виномансера и у Ликантропа. И эти ребята сейчас находятся в позиции догоняющих. Если они дальше будут продолжать вот так вот фармить, то в общем-то рано или поздно все эти герои оденутся и будут предстарать опасность. Да, при том, что у Виномансера еще и талант взят на опыт Мидаса, работает с удвоенной силой именно с точки зрения получения экспириенса. Так что здесь очень неплохо. Ну, Дименшн не так просты и не сдаются. По-прежнему Раджик со своими волками дает какую-то разведку, видит сейчас Бивера. Да, Бивер здесь вместе со всей командой практически находится. Не вижу только Террор Блэйд. Вот Террор Блэйд в своих лесах. Выходит Эмбер Спирит, видит Пака. Пак видит Эмбер Спирита и никто не хочет связываться в драку. Андершок просто идет крипскипать. Но тут на самом деле можно со змеями, с армором вышку даже подефить. Гномансер боится подходить. Но Андершок хорошо играет. Он спикпушит линии и напрягает всю команду. Команда вместо того, чтобы идти в лобовую атаку на Виномансера, решила попробовать как-то поймать. Ну, много времени тратит сейчас Спириты. И Айсберг не в смоке. Шейкер там тем временем дофармливает, блин, как и вся остальная команда. Использует свои Мидасы активно. Причем занимаются всем тем, что им сейчас так нужно. Выходит Лебро. Просто чайник в крипов. Неплохо. Вот так вот. Сурово, а тем временем поймали Виномансера. Виномансера убили. Он не успел раскастоваться. 45 секунд без веника. Вышку забирают. Выходит Эмпер Спирит. Ну, здесь только в патфу нет иллюзии. Только что убили Виномансера сверху. Нет, он еще не убьет. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Ну, все, уходят. Шейкер в этот момент выносит свой блинк. Но Эфир не терял времени зря. Пока здесь шла драка, он все это время фармил. Он зафармил блинк и там еще какую-то мелочевку. Возможно, что-то себе прикупил. Вот мы видим Смоук. Возможно, ДП как раз себе взял. Эмбер Спирит Юл Травела делает Мелл Штром. Ну, против Террор Блэйда. Это вполне логичный выбор. Лич собирается делать Форстаф. Ну, и Ликан потихоньку. Конечно, тайминг у него супер поздний. Потому что первых некров нету на 20-й минуте. Это провал. Я бы даже на его месте, возможно, не думал бы о том, чтобы собирать некра, учитывая, что они уже будут поздновато. Может быть, имело бы смысл просто пойти в боевую Ликантропа. Тем временем в Смоках выход. Но Эфир идет первым, как герой с Блинкдаггером. Видит сейчас за счет Волка, которого Раджикс отправляет за Фобосом. Волк заходит наверх, чтобы все поконтролировать. Идут дальше, но Фобос уходит. Это не очень приятная цель. Вызываются новые Волки, но, кажется, этого не видел сейчас. По-моему, этого Фобос не видел. Выходит Фобос, получает ультимейт крипов. Слишком много урона. Не выходит из ультимейта. Погибает из Тонлока, конечно же. Не успел завести ультимейт. Тем временем Ликан здесь пробежался. Посмотрел, где находится соперник. Не решился атаковать. Забрали Брюмастера. Но, в принципе, более-менее. Более-менее неплохой выход. Что делают спириты у нас параллельно? Мидасов у них нет. У них зато очень активно фармят ЛТВ. Которые выносят все больше артефактов. Вот уже и манта готова. Сверху подпушивают вышку. Но здесь, скорее всего, вышка будет задыная. Сейчас нужно разобраться только с катапультой. По-хорошему. А тут еще и змейки. Так, катапульты убивают. Змейку убивают. И динает спокойно. Раджекс. Могут пойти дальше. У Шейкера нет ультимейта. А у ТБ все необходимое есть. Брюмастер сейчас отправляется на центр. Делает буквально пару клапов. И может смело перемещаться наверх. Перед этим нужно идти давить. Потому что каким бы сильным Трублайт не был против Лекантропа. Но нужно помнить о том, что Лекантроп, скорее всего, вот именно в этом пике будет исполнять роль танка. И, естественно, мейн кэри это Эмберспирит. Против которого ТБ далеко не так хорош. Все-таки магический урон его очень неплохо пробивает. Имеет шанс Эмберспирит. Да и большое количество иллюзий. Оно явно не в плюс. Фобос успевает среагировать на уфир. Айсберг здесь никого не поймал. Находит Леброна. Ну, Леброн знает свое дело. Он просто кидает ульту. В принципе, вот Виномансер и Лич это такие герои, у которых одна задача в драке. Кинуть свою ульту. Ну, скажем так, минимальная задача. Ну, зато если Виномансер оденется, если вкачает талант на плюс 75 к урону, то он там уже потихонечку будет и дамажить. Там где-то после 20 уровня. Ну, тот самый кэри, который стал популярен за талантов. Во многом из-за своих раджекс продолжает фармить. Заходит во вражеский лес. Знает ли, что соперник на Рошане? Судя по всему, знает. Сюда перетягивается вся команда. Все еще нет мыл-штрома. Это довольно печальная история. И книжки нет. Только-только летит книжка Ликантропа. Ребята не готовы врываться. Книжка летит назад. При этом Ликантроп не использует курьера. Книжка пролетит очень поздно. И Рошан должен пасть. Врываются. Брюмастер успеет ли раскастоваться? Брюмастер не успевает раскастоваться. Слишком поздний сайленс от пака. Тем не менее, Рошан должен падать. Рошан падает в последний момент. Волка поднимает очень вовремя Бивер. Отличная игра. Шейкера также съедают. Бивер идет дальше. Раджекс идет дальше. Пытается скрыть ФНГ. ФНГ он не сгрызает. Пак ловит Ликантропа в ультимейт. Ликантроп погибает. Это уже минус 2. Плюс Аегис достается террор блейду. Очень хорошо сыграл сейчас Бивер. Просто спас ситуацию. Бивер батя на рубике. Красавец. Фобос немножечко переоценил свои силы. Видимо надеялся на то, что его не убьют. Но все-таки за счет магического прокаста. Учитывая, что здесь имеется и Шейкер, и Эмбер Спирит. И тот же Лич может неплохо зарядить. То вот так вот рваться самодельно нежелательно. Иначе быстро погибнешь. Ну там пак должен был помочь. Насколько я понял, немножечко поздновато. Айсберг подоспел. Но в целом получилось неплохо. Свою задачу сделали. Забрали Рошана. Выиграли драку. И вот я бы еще сказал, что очень сильно порешало то, что Ликантроп просто не успел себе принести Некро 2. В этой драке он Некро 2 не использовал. А это, в общем-то, очень дорогой артефакт. Особенно на такой стадии игры. Вот. И немножко не хватило на эфиру секунд до ультимейта. Там просто не хватало трех секунд, чтобы можно было зарядить Ахасла. Возможно, стоило все-таки разыграть Гамбит и отдать этого Рошану, чтобы потом подраться. Учитывая столько факторов. Я не обратил причем внимания, но там вторая книга сразу летела, да? Да. И он... Понятно. Все тогда понятно. Нападение на Раджекса. Его просто избивают. Здесь, конечно, серьезная ошибка. Его просто вот так вот на ровном месте убили. Он подошел к ТБ, получил первый спелл. Был замерлен. Потом еще диффуза. В итоге минус Раджекс, минус Лышка. Вот это уже серьезно. Потому что так ошибаться не стоило в такой ситуации. ТБ сейчас просто пойдет на хайграунд. Шейкер. Все видит Рубик. Шейкер скидывают. Опять отличная игра от Бивера. Примастер успевает еще разлетиться здесь. Ну да, здесь отлично. Ну слишком просто. Слишком, да. Слишком серьезные ошибки в такой стадии, когда ошибаться как раз таки нельзя. Потому что две серьезные ошибки на такой стадии. И ты можешь отдать игру. Опять полетел Чайник. Великолепный. По герою, по-моему, один раз попал. Ну, без охаслэма Шейкера Чайник Лича работает не так хорошо. Да. Потому что Крипы живы. И летают по ним. Андершок. Ну вот как убивать ЛТВ? Даже если успеешь, у него Аегис. А если не успеешь, он использует Сандер. И ты останешься без КП. Поднимают Лича. Но выкидывают его немножечко не туда. Ну что, Сандер? Сандер? Сандер не успел сделать. Но есть Аегис. Ничего страшного. Если бы успел, было бы, конечно, очень эффектно. Попытка номер два. Две фиссуры. Одновременно Шейкер запрыгивает. Но хватит ли урона? Кажется, не хватит урона вообще ни на кого. Хотя ультимейт. И сейчас очень больно будет Найт Сталкеру. Нет, Найт Сталкер уходит. Тирблэйд пытается убежать. ЛТВ забирает флоу тем временем. Иллюзиями какими-то, судя по всему. Мы смотрим за тем, как развивается погоня дальше. Фобос здесь выигрывает максимум времени. Илтв уже давным-давно отступил. Баг прячется в шифт. Еще выигрывает немного времени. Брюмастер напоил пивом. Но кажется, погибнет. Тем временем Айсберг еще и Леброна забирает. Фобоса здесь удается убить. Но пока Фобос выигрывал время. Айсберг расправился с Леброном. Илтв я не видел, куда он влетел. Но, видимо, на фонтан. И вот уже жив-здоров. С пикой, мантой, диффузом. Фармит себе Скадди. Сторона сломана. Преимущество достаточно большое при всем при том. И еще продолжают. Бивер вместе с Айсбергом отлично действуют. Нападают на Раджикса. У Раджикса нет Армлета, который можно было бы поиграть. Он пытается куда-то уйти. Но ЕУ сбивает ТП. Раджикс до конца гейминг. Ну, честно сказать, говорили о том, что это второй Джаш, может быть. Честно говоря, они не напоминают мне второго Джаша. Правда, все равно, все еще живки. Мы это помогли. Забирают Рубика. Идут дальше за Айсбергом. Все-таки это была легкая авантюра. Багдан успевает использовать Плинк. Уходит на Арбу. Идет дальше. Айсберг здесь просто показывает скиллуху. Есть еще и Улл. Уходит в Шифт. Хотя Фиссура полетела куда-то совсем не туда. Айсберг выжил. Красавчик. Но тем временем, пока вся эта беготня шла, ЛТВ успел ни много ни мало допушить аж до вражеской вышки на нижней линии и снести половину тавера. При том, что со Шрайном уже тоже разобрались с одним из. И сейчас еще немножко, наверное, попушат. Ну, а почему нет? Шейкер все еще без прокаста. Вообще без мана. Эмберспирит пытается задержать. Эмберспирит. А есть ли ремнанты? Неужели нет ремнантов? Нету ремнантов. Попадает под Саунс. Какая ошибка. Просто на ровном месте погибает Эмберспирит. Шейкер. Тройной тулуп исполняет в воздухе. Нападение на Раджикса. ЛТВ его избивает руками. Да, и это минус вторая сторона. Скорее всего, это минус первая игра. ГГ пишет Раджикса. Ну, Спирит очень уверен. Пока что к ответу на вопрос. Все-таки стоило позвать Спирит в квалификации или нет. Но, наверное, стоило при такой игре. Потому что выглядят они гораздо увереннее, нежели Даймэншн. Несмотря на начало игры, где у Даймэншн что-то получалось. Такая смазанная концовочка у нас. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, два ключевых момента. Первый, это, естественно, драка на Рошане. Где ребята ворвались, но там не хватило, там где-то трехсекунд на Хаслэм. Там немножко не хватило Ликантропа, чтобы можно было принести Синекр 2. И в результате ребята подбирают Айгис. Ну, а вторая драка сверху, это полный провал. Потому что, казалось бы, Спириты просто идут по прямой. И собираются запушить тебе Т3. И на ровном месте у тебя умирает и Ликантроп. Знаешь, что идет пуш. И после этого еще дается Шейкер с Хаслэмом. Ну, вот так вот легко этим Спириты и выиграли. Да.